Наш брат моряк, поэтому он лучше объяснит по поводу всех этих огней, бухт, маяков, нам. Доброе утро, мои дорогие возлюбленные. Позвольте мне вам немножечко объяснить. Дело в том, что когда капитаны заходят в узкие пространства, где они очень небезопасны для плавания, то они должны идти по огням. Эти огни называются в морской практике створы. И если капитан идет на лодке, и он увидел один огонь, это не значит, что он должен на него поворачивать, потому что он его может видеть отсюда, отсюда и отсюда. И здесь небезопасно. Он должен идти до того, как он увидит подтверждение этого огня. Он доходит дальше, вот сюда, когда он видит, что этот огонь, и этот огонь, и третий огонь, то есть это три, получается, первый огонь, то, что он увидел сигнал, и два, это как подтверждение, сливаются в одну линию. Это и есть самый безопасный путь, по которому он может сюда заходить, следовать. То есть не раньше и не позже. Когда он видит три огня, это как три, первый огонь, второе это подтверждение, и третий, как свидетельство, это уже путь безопасный, по которому мы идем. Мой ужасный переводчик просто не смог донести мою мысль. Я просто изменяюсь, чтобы вы не знаете, кто она, если вы не видели ее. Я очень извиняюсь. Хорошо. Три портовых огня. Слово, свидетельство и путь. Слово, свидетельство и путь. Слово, свидетельство и путь. Слово, свидетельство, с. У него получается в английском три W, а у нас три S должно быть, но у нас не получается. Хорошо. Слово. 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 Я рассказал вам историю о том, как Бог мне говорил, «Иди в Амстердам». Это был Господь. «Иди в Амстердам». Он не говорил мне, что я должен вообще там делать. И он мне не сказал, как я буду платить по счетам. Он просто сказал, «Иди в Амстердам». Затем было продолжение Слова. Затем свидетельство. Всегда будут подтверждения Слова. Чем более важно Слово, тем более важно подтверждение. Поэтому, как приходят эти подтверждения? Эти все 19 способов, о которых мы говорили, как Бог говорит. Просто обращайте внимание, будьте бдительны. И если у вас есть какое-то внутреннее сильное побуждение что-то сделать, и у вас нет подтверждения, и может возникнуть риск какой-то, тогда не надо вообще ничего предпринимать. Просто ожидайте. Возможно, это не был Бог вообще. А возможно, это неправильное время. Поэтому Господь говорит вам Слово. Затем вы получаете подтверждения. И, наконец, вам дается обеспечение. Допустим, я получил все эти слова, говорящие мне, «Иди в Амстердам». И ни один дом не открылся. Никто меня не принял, только на улице могу ночевать. Может быть, две-три ночи можно. Но через определенный период времени мне нужно будет увидеть, как Бог обеспечит. Если нет обеспечения, то вы не исполняете волю Бога. Поэтому Бог говорит к нам. Он дает подтверждение. И затем Он дает обеспечение. Часто с помощью обеспечения Бог подтверждает время. Вы можете получить слово и подтверждение. Но это еще неправильное время. Итак, в 92-м году Господь сказал моей жене, что мы когда-то будем жить в Китае. А сейчас 2008 год. А я еще не был в Китае. Поэтому, когда Господь сказал ей, я пришел домой, и она мне сказала. Я сказал, «Да, да, 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 мне вообще китайцы не нравятся». И кроме того, язык слишком у них трудный. Учите Его еще. Поэтому я был в церковном служении, и пророк дал мне слово. И он говорит мне, «Не говори Господу, что ты не можешь учить трудные языки». Он тебя в трудные места поведет. Поэтому я начал думать, «Ммм, возможно, в какой-то день мы поедем в Китай». Пять-шесть лет назад я летел из Лондона в Корею. И мы пролетали через Китай. И когда я пролетал через Китай, Господь сказал мне, «Но сейчас было время для Китая». Он сказал, «Теперь время Китая пришло». Я думал, «Ммм, интересно, может, мы что-то в Китае будем делать». Еще пять лет прошло. Я был в Китае один раз, в Бейджине. И теперь у меня есть контакты с теми людьми, которые работают с подпольной церковью в Китае. И это все очень серьезно. И меня пригласили поехать. Но я же не знаю, куда я вообще поеду. Может быть, в следующем году. Проведу пару месяцев в Китае, не знаю. А может быть, когда-нибудь 70 лет. Понимаете, я просто научился расслабляться по таким вопросам. Если вы слышите от Господа, то будьте осторожны в отношении времени. Не надо ускорять события. Я вас, наверное, сейчас запутал, потому что до этого я вам говорил, нужно делать шаг веры, действовать по вере. Если вы начинаете получать очень сильное водительство и побуждение что-то сделать, делайте это. И посмотрите, может, Господь приготовил путь. И если у вас не получится, тогда у вас будут хорошие истории, вы будете рассказывать им другим людям. Людям больше понравится история о ваших неудачах, чем история о ваших успехах. Это так. И поэтому Господь дает вам хорошие истории для проповеди. И если вы будете людям рассказывать только истории о своих успехах, люди будут думать, да, тебе хорошо говорить, но я никогда такого не сделаю. И если вы будете рассказывать истории о своих неудачах, то люди подумают, да, ты такой же, как я. Поэтому первое слово от Господа, подтверждение и обеспечение. Вот таким образом вы получаете водительство. Еще что нужно учесть, когда дьявол искушал Иешуа, он использовал Писание. Аминь? Поэтому он взял место Писания и извратил значение. Он искушал его и говорит, вот подтверждение. Да? И я вижу, как у многих людей искушение, какие-то они идут в неправильное место и в неправильное время, и они извращают Писание. Видите, не все сверхъестественное приходит от Господа. Я вам гарантирую, что если вы ищете Бога, то сверхъестественные ситуации будут приходить от дьявола. И вы начинаете учиться различать. Это не так сложно. Если дьявол дает вам какой-то сверхъестественный опыт, то он в конечном итоге подталкивает вас к чему-то неправильному. Поэтому у вас будет слово от врага и может быть какое-то еще подтверждение, но в сердце вашем не будет мира. Вы будете знать, что вы будете знать. Вы знаете, что вы знаете? Что-то правильно. «Ой, я так хочу, это сильно». У меня есть подтверждение. А в это время что-то вас беспокоит. Если нет мира внутри, то не надо делать. И были у нас ситуации с женой, у меня было какое-то направление жизни, водительство, а у жены моей еще не было веры в этом плане. Пару лет назад нас Бог призвал поехать в Техас из Калифорнии. И в то время она не была уверена. И потом я сказал, мы можем проехать, а если через год все еще ты не будешь иметь внутреннее чувство, то мы уедем. И она согласилась. Поэтому мы успаковались. И в то время три маленьких ребенка было, и мы все успаковались, переехали вовку. Это была очень длинная поездка. Несколько дней мы ехали. И, в принципе, спустя пару дней дети начали хныкать, плакать, такие раздраженные. И затем моя жена тоже такой же стала. Сколько еще тут ехать вообще надоело все? Я говорю, ну, еще немножко, еще немножко. То есть мы из Техаса в Калифорнию. Я говорю, Калифорния красивая вообще. И мы подъезжаем к границе Аризоны и Калифорнии. И там начинается у границы пустыня. Мохаве пустыня. И пыль одна. Жара. Если вам пустыня не нравится, так она будет ужасная для вас. Мне пустыня нравится. А мои дети спрашивают, это Калифорния. Ты что, нас сюда привез? Нам наша школа нравилась, наша жизнь нравилась. И они все злые на меня все. И весь день мы ехали вообще по пустыню. Чем дальше мы ехали, тем злее они становились. Поэтому мы пересекли границу. И 10 минут мы уже едем. И я видел такие вещи, которые я вообще никогда в жизни не видел. За всю свою жизнь в Америке. Поскольку там сбоку дороги ехал один мужчина на верблюде. И еще за ним пять верблюдов, такие по цепочке шли. А мои дети, да что мы здесь делаем? Эти люди на верблюдах ездят. И на следующий день мы добрались к нашему пункту назначения. И им сначала это не понравилось. И еще год понадобился. И даже спустя год было трудно. Я спросил жену, ну что останемся? Или как ты думаешь, приедем? Если бы она не хотела остаться, то я бы сказал, Господь, хорошо. Если ты не можешь такие же чувства дать жене, то зачем вообще делать это? Вы понимаете? Более важна гармония в взаимоотношениях. Чем делать то, в чем вы оба некомфортно себя чувствуете? Это я так думаю. Я не знаю, если я прав, я не знаю, если я прав. Это я так думаю. Поэтому я верю, если Он направляет меня, а также Он будет направлять мою жену. Но Возможно, Он направляет нас в разное время. Пища для размышлений. И моя жена доверяла мне достаточно в том, чтобы увидеть, попробовать. И также она мне доверилась в других ситуациях, когда ничего не получилось. Это часть нашей жизни. Все со мной? Жизнь по вере. В Амоса говорится, могут ли двое идти? А Амоса 2.2, если они не сговорятся. Может быть, какие-то вопросы по поводу водительства у кого-то? Возможно, я так все хорошо объяснил, что у вас в жизни больше никаких вопросов не появится. А может быть, спустя шесть месяцев вы вообще меня разозлите, потому что скажете, я делал то, что ты мне сказал, и ничего не получилось. Но Давид мне напишет письмо, скажет, должен сюда ехать обратно, или не надо мне вообще являться. Или же он меня поставит в корзину и, как бы, тайно, секретно вывезет из города. Помните эту историю с апостолом Пауэллом? Его хотели убить, поэтому его в корзине спустили. Давайте теперь пересчитаем все способы. Первое, ангелы. Можете себе сейчас прямо записать, в конце уже. Кто-то убейте эту муху. Тут есть какие-то Иисусы Навины? Он отойдет от меня. И дай, смок, 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 смокed, смокed meat of a fly. О, окей, lunch for you, then. Нет, это экзотик. Окей, первое, ангелы. Второе, слышимый голос. Три, власти. Четыре, Библия. И помните, что это в алфавитном порядке английском языке. Это не значимость, не то, насколько что значимо. Четвертое, Библия. Пятое, обстоятельства. Разница между обстоятельствами и необычными обстоятельствами. Можно это в одно объединить. А я разделил. Потому что, я думаю, некоторые обстоятельства, допустим, начальник опоздал. И затем какие-то необычные обстоятельства. Кит проглотил его. Понимаете, да? Это два вида обстоятельств. Шесть творения. Господь говорит через творения. Семь сны. Часто Он предупреждает через сны. Вы получаете направление, водительство через сны. Знаете ли, что я получил учение через сны? Поскольку у нас в церкви был трудный период. Я вообще не мог нормально подготовить воскресные проповеди. И где-то шесть-девять месяцев. Сразу после пробуждения, как только я просыпался, я лежал в кровати, такой, полупроснувшись в состоянии. И тогда Господь давал мне проповедь. Хотел бы, чтобы Он каждый раз такое делал. Намного легче было бы все. Но Бог может и так говорить. Восемь открытые двери. Открытые и закрытые двери. Девять мир. Не надо ничего делать без мир. Десять приоритетов. Мы как сказали, если правильные приоритеты у нас есть в жизни, то уже Бог нас направил. Если это нарушает наши приоритеты, то нам следует быть осторожными. Одиннадцать пророческое слово индивидуальное и корпоративное. Слово для группы, города, народа. Поэтому это принадлежит и вам. Так же, знали ли вы, что различным народам Бог дает различные дары? У каждого народа есть свой дар. Это отличает нас друг от друга. И поэтому вы должны спрашивать, какой дар есть украинского народа для других народов? Иногда это сочетание даров. Латвия и Фиджи В Латвии у Фиджи у них дар музыки есть. У англичан дар управления. Поскольку можно увидеть в церкви англиканская, английская, в Англии очень хорошее церковное управление, хорошее лидерство. Также у них очень хорошее вообще такое мирское управление, поскольку они полмира были способны вообще держать под контролем. У немцев дар организации, деталей. Как вы видите, различные народы, различные дары. Поэтому эти дары Бог хочет использовать также для царства. Двенадцать индивидуальное пророческое слово. Один из девятнадцати способов, как Бог говорит этот способ. Я думаю, что для современной харизметической церкви думают, что это единственный способ, как Бог говорит. Если вы так живете, то вы будете очень ограниченными. И как помните, что люди пророчествуют отчасти. Первый Коринфянам 13, невозможно полагаться на пророчество, чтобы все водительство знать. Обещаю вам, если вы так будете делать, то вы вообще не будете очень близко к воле Бога. Но также Коринфянам говорит, не презирайте пророчества. Так что пророческое имеет свое место. Но это просто небольшая часть в большой картине. Как пазл. Как пазл. Маленькие кусочки складываете, получаете общую картину. Это вообще помогло с вас снять некоторую часть давления, какого-то предупреждений? И поскольку часто думают, типа, вот, пророк не пришел, не сказал мне, я никогда не узнаю. Вам пророк не нужен, вам нужен Дух Святой. Вот все, что вам нужно. И если Бог захочет использовать пророка, он будет его использовать. И также есть, можно привести пример. Такой пример, когда человек получает пророческое слово от пророка, от Господа, но потом неправильно понимает. Это из книги Деяний. Помните, когда апостол Павел был призван идти в Иерусалим? И он проповедовал в разных странах. И он говорит, «Я должен идти в Иерусалим, поскольку я призван идти в Рим». И Господь показал мне, что в Иерусалим меня свяжут. И благодаря этому я попаду в Рим, чтобы свидетельствовать к Кесарю. Так? У него было слово. Поэтому он идет в Иерусалим. И приходит в Иерусалим. И Агапа, пророк, который дал правильное пророчество о грядущем голоде. Он Агриппа, как его звали, настоящий пророк. И он говорит, «Если ты попадешь в Иерусалим, вот что с тобой произойдет». Он достает свой пояс и связывает руки. Для меня пророки иногда очень немножко драматичны. Нормально. И поэтому достает свой пояс, связывает. И все говорят, «Павел, ты не должен идти». «Посмотри, Господь показал нам». Нет. Видите, как они неправильно истолковались Слово. Слово приходит и говорит, «Вот что с тобой произойдет». И все говорят, «Павел, ты не должен туда идти». Но Павел в своем сердце знал, что Бог ему говорил. Понимаете? И он говорит, «Да, да, это подтверждение, что со мной произойдет». «Я призван идти туда». Поэтому люди могут слышать пророческие слова и неправильно истолковать их. Будьте осторожны, пускай одно пророческое слово не станет всем вашим водительством. Получите слово, подтверждение получите и обеспечение. Аминь? Поэтому пророк был прав. Но даже, возможно, сам этот пророк не понимал, что Павел должен был идти. И, возможно, Бог вообще пророку не показал, что Павел пойдет. Просто он результаты видел, пророк. И, возможно, даже сам пророк Агриппа говорил, «Не надо идти туда». Будьте осторожны, когда люди начинают указывать вам на ваше водительство. Вы сами должны научиться слышать Бога. Но вы также ищите мудрого совета. Слушаетесь власти. Ищите подтверждения. И, в конце концов, за вами решение стоит, что вы делаете со своей жизнью. Хорошо? Итак, тринадцатая рема, ускоренное Слово Бога. Когда Слово оживает. Когда вы читаете, или же кто-то с вами разговаривает, и вы замечаете это. Четырнадцатая тихий голос. Такое очень мягкое впечатление в вашем сердце, уме. Видите, часто Господь скажет нам в нашем уме, и мы даже не распознаем, не различим, что это Бог. А это мысль наша. Ну, Бог подбросил нам эту мысль. Мы учимся узнавать, что Бог говорит нам. Пятнадцать учения из Слова Божьего. Бог говорит через помазанных учителей, которые объясняют Слово. Шестнадцатый, необычные обстоятельства, события. Знамения, чудеса. Семнадцать. Видения. Внутренние видения в вашем уме. Или же трансы, когда ваши чувства притуплены физически, как у Петра. Восемнадцать, Мудрый Совет. Девятнадцать, Свидетельство Духа Святого. Девятнадцать, Свидетельство Духа Святого. Иногда вы видите физическое проявление того, что вы сделали в духовном мире. И часто, как узнать, что происходит в духовном мире? Посмотрите на физический мир. Или же, допустим, места, в которых насилие повторяется снова и снова. Видите? Там просить прощения, разрушать проклятие от этого Духа, где была провита кровь. Или же атмосфера гулянки. И дети, когда люди выходят из-под контроля и делают саморазрушающие какие-то поступки. И это в одном месте все. Когда вы видите очень много греха в каком-то месте, то обычно в этом месте какой-то демон. Поэтому вы идете на конфронтацию с Ним. И вы начинаете просить, чтобы кровь Иисуса очистила землю. И вы начинаете применять власть над тьмой. И вы тогда начнете увидеть перемены. Это не все настолько таинственно. Иногда Бог дает вам понимание, что происходит в духовном мире. И я верю, что это дар развлечения духов, как в 1 Коринфянам 14. Когда вы понимаете духовный мир. В мере вашего взросления в Господе, вы начнете очень легко распознавать, что происходит. И вы поймете, как молиться и что делать. Однажды я был в Южной Америке, в джунглях. И мы проповедовали, ведь там была также медицинская команда медиков. Индейцы это были, которые жили в джунглях. Множество колдовства, колдунов. Целый день мы служили, а потом мы пошли в место, где мы спали. Они называли это отелем. И то есть там были вообще неприкрытые балки, крыши, и мы кушали. Поэтому мы кушали все вместе. И крысы бегали по этим балкам, крыши. Большие крысы, толстые. И мы кушаем, приходит местное население в этот ресторан, в кавычках. И там воды не было. Единственная вода — это то, что от дождя соберете. И там был один пьяный очень человек. И сначала мы его игнорировали. А затем он начал нарываться. Именно на испанском языке. И начал ругать нас. И мы кушаем. А он мне надоел уже. Хватит. Просто в своем духе. Я тебя запрещаю во имя Иисуса. А в углу спала собака. И собака подпрыгнула. Подбежала, укусила, выгнала его из комнаты. Я думаю, это было духовно. Поэтому иногда, когда вы что-то делаете, я могу много таких историй сказать. Что-то происходит в физическом мире. Иногда духи могут проявляться и в животных. И это из Писания видно. Я видел ужасно злых гусей. Что они делали? Что они делали для вас? Я не думаю, что это были одержимые гуси. Но я думаю, что это самое ближайшее животное. То есть, по всем характеристикам гуси подходят под одержимость. Это мое мнение. Нет у них стиха из Библии по этому поводу. И я могу по вашим лицам сказать, вы такие все. Но я учитель, поэтому мне позволено. И когда вы будете учителем, тоже свои мнения тоже. И все будут просто сидеть и игнорировать вас. Это плохо. Страдать. Это заставляет вас расти. А меня счастливым делает. Да, да, хорошо. Хорошо. То, что в духовном мире происходит часто проявляется в физической реальности. Вы усекли, что о чем я говорю? На следующем занятии мы будем говорить о том, что же делать, когда ничто из этих 19 способов не помогает. Я молился и молился, и ничего не помогает. Я вам на основании Библии покажу, что это тоже бывает. И правда. Но это не мое мнение. Это Библия так говорит. Иногда Бог ничего из этого не делает. И мы поговорим о том, что дальше. Хорошо, перерыв.